МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 12 февраля 2010 года сотрудники госнаркоконтроля ликвидировали наркопритон в Тимурюкском районе. В одном из домов поселка Приазовский изготавливали и продавали тезоморфин. По подозрению в совершении преступления задержан Андрей Коньков. Андрей Коньков, 1974 года рождения, признан виновным в незаконном изготовлении и хранении наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта. Статья 228, часть 3, прим. Уголовного кодекса, а также по части 1, статье 232 в организации либо содержании притонов. Приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Почти вся его жизнь – это наркотики, алкоголь, кражи, аресты и небо в клеточку. Андрей Коньков хотел попробовать все в этой жизни, а в итоге загубил и свою, и жизнь своих близких. Шесть судимостей четыре раза попадал за решетку. Наркоман – это навсегда или есть шанс измениться и получить право на прощение? Субтитры создавал DimaTorzok Там долго не живут люди, но настолько это затягивает, что время все тратится на поиски ДОС очередной. Она умерла в 2004 году по моей вине, но не остановилась. Все равно я продолжал колоться. Разрушение организма, а потом вечный смерть. В аду. Там такой как бы алкогольный притон был. Он говорит, можно там сварить, где ты там пьешь? Я говорю, да мне без разницы, приезжайте, варите. Я говорю, на меня только сделайте. Ну, так как я был с похмелья, пить я уже не хотел. И они говорят, ну, сделаем на тебя. Получается так, что я вот эти наркотики продал. Ну, там человек, он вышел с ними, отдал их милиции. Ну, так я и сел на 10 лет. Первый раз я сидел за квартирной кражей. Но деньги нужны мне были на наркотики. Второй раз я уже сидел за наркотики. И третий раз, ну, просто за квартирной кражей меня не ловили. Попадался с наркотиками. Ну, разницы нет, мог бы за квартирной попасть. Ну, то есть замкнутый круг. Выбраться два пути. Либо в тюрьму, либо в могилу. Ну, вообще родился я в Сибири. Юрга, Кемеровская область. Отец таксист, мать продавщица. Ну, что еще могу сказать. Рос. Ну, как все, наверное, в Советском Союзе. Ходил в школу, учился. Ну, не всегда, конечно, хорошо учился. В 83-м отца убили. Ну, хотели, видать, машину забрать. Не знаю я. Так, ну, короче, так и не раскрыли это убийство. Там 27 ножевых ранений, по-моему, было. Потом все время с матерью оставался. Чего, она работала на двух, на трех работах. То есть, ну, предоставлен был сам себе. Улица, компания. Да, компания эта была возле дома. Они все росли так же, как я. Тоже мы с 4-го, с 5-го класса вместе лазили. Ну, вместе выпивали. Вместе потом коноплю курили. Потом конопли уже стало мало. Кто-то предложил попробовать более тяжелые наркотики. Ну, попробовали. Мне понравилось. Бросил пить, бросил коноплю курить. Перешел на МАГ. С кем мы начинали, практически в живых никого не осталось. Ну, там, может, несколько человек. Это страшно вообще. Вот такая жизнь. Очень страшно. А мама ваша как относилась к этому? Она понимала, что вы наркозависимая? Да, конечно, понимала. Как она не понимала? Мама. Мама молилась за меня. Видать, вот только сейчас эти молитвы дошли. Ну, как бы на меня подействовали. Она умерла в 2004 году по моей вине. Ну, скажем так, по моей. Я... Я проколол из дома телевизор. Мамку увидел. Ну, это уже как бы последние капли. Она уже со мной боролась, 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 боролась. Она меня и... В больницу я ложился сколько раз. Наркологический диспансер. Ложился, выходил. Опять начинал колоться. Садился в тюрьму, выходил. Опять начинал колоться. То есть, в принципе, вот так вот со стороны посмотреть, надежды никакой. Ну, тем не менее, она все равно как-то что-то боролась. Плохо то, что в секта пошла из-за этого. Ну, факт в том, что она запила. Вот, ну, не выдержала, видать, уже. И у нее... Я не доктор, не могу точно сказать. Ну, в общем, что-то с поджелудочной железой было. Случилось. И, ну, фактор-то умерла на вот 2004-м. Ну, настолько это затягивает, что даже смерть близких не способствует остановке. Не то, чтобы уже, как бы, удовольствие какие-то получал я от этого. Нет. Просто, ну, ну, что я пластом лежал уже, как бы, и ходить не мог. Ну, то есть, при очередной дозе, при употреблении, просто становишься опять, ну, жизнеспособным человеком. И все. Ну, то есть, никаких уже удовольствий, как таковых, нет. То есть, в принципе, хорошо замаскированная ловушка. А это вот именно физическая зависимость? Или это зависимость? Да нет, скорее психологическая. Физическую я, кстати, могу легко преодолеть. Именно психологическая самая такая. Так еще знаете, в чем дело? Самое-то интересное, что, когда решаешь, например, бросить, там, все, решил, все, я больше не буду, ну, за день, короче, если минимум, человека три зайдет, предложит. Это все время так вот, я это заметил. Только решил ты самостоятельно бросить, все, больше не буду. Постоянно кто-то приходит, предлагает, там, давай туда, давай сюда. Ну, на тебе, вот только на. Только вот, когда ты болеешь, ну, просто нету от того, что нету, не от того, что ты хочешь бросить, никого нету. Когда катишься по наклонной плоскости, очень трудно за что-то зацепиться. Ну, чтобы остановиться. Реально понимаешь в ум, что, ну, неправильно это все, что так нельзя жить, что, ну, что погибаешь. Остановиться не хватает силы воли. Ну, наверное, так. А здесь вот, слава Богу, и церковь прямо рядышком. То есть, на волю бы я, наверное, может быть, даже еще и не пошел бы церковь. Ну, так часто бы не стал ходить, как здесь. Здесь я стал ходить каждый вечер. Это был Великий пост 11-го года. А в церковь-то вы как пришли? От отчаяния? Или за надеждой? Нет, не от отчаяния. От отчаяния, чего отчаяния? Десять лет тоже ж люди живут. Ну, как бы не расстрелживай в конце концов. Нет, не от отчаяния. Знаете, вот я, может быть, для этого и сил, чтобы в церковь к Богу прийти. Именно потому, что неисповедимы же пути Господни. Каждый по-разному приходит. Знаете, я не нахожу слов. Вот сейчас не могу сказать, почему я пошел. Первую исповедь здесь, помните? Да, первая исповедь такая была сумбурная. Потому что, по большому счету, исповедоваться я толком не мог. И, ну, так, наговорил много чего. Ну, помню, конечно, даже слезы выступали. От, наверное, скорее всего, от стыда. Андрей, я вот про покаяние внутри себя, для самого себя. Перед теми людьми, которым вы там умышлены, неумышлены. Ну, знаете, вот тех людей я как бы, ну, пока не вижу. Об этом стараюсь не думать. Ну, отгоняю от себя эти мысли. А вот перед матерью, ну, частенько бывает, возникает, ну, боль. Внутри просто боль от того, что уже ничего не изменит. Уже все прошло. И если бы, конечно, можно было бы отмотать назад. Ну, так, наверное, тоже наверняка очень многие говорят. Что вот если бы можно было бы, если бы... Ну, как-то с этим надо жить дальше. Понимаешь, что же теперь поделать. Я думаю, мать бы была бы сейчас, если бы видела меня вот сейчас, была бы, наверное, рада. И хотя бы этим ей. Ну, и опять же, я же за нее молюсь. Поэтому как-то ей помогаю сейчас тоже там. То есть самая тяжкая вина, по вашему мнению, на вас, это по отношению к матери? Больше ни на ком. Только на мне. На мне одном. Такая вот возможность, не знаю, сказать что-нибудь самому себе, тем людям, которые попали в плохую компанию, всем, кому угодно. Что бы ты сказал? Остановить, не употреблять наркотики. Это... Ну, это смерть. Тем более, такие наркотики, какие сейчас делают, ну, синтетика, там долго не живут люди. И разрушение организма, а потом вечная смерть в аду. Ну, то есть, ну, опять же, это знаете что, Алексей? Ну, к этому прийти надо. То есть, вот сейчас, допустим, если я скажу, вот в бараке, допустим, ребята, не употребляйте наркотики, когда освободитесь. Ну, добрая половина до мной просто посмеется. Скажет, что у меня крыша поехала. Или, ну, еще что-то в таком плане скажет. И вообще уже, ну, с ума сошел здесь с этой церковью. Потому что все так рассуждают, как будто бы им жить лет 500. И не меньше. То есть, можно делать все, что хочешь, все равно будем жить. А ведь факт в том, что умираем-то мы внезапно. Надо быть готовым к этому. Очень. Вообще, если кто-то, конечно, меня послушается, и исходя вот из своего личного опыта, я уже сейчас не из каких-то там слов, из каких-то газет, из журналов, из личного опыта, никогда не начинайте даже первый раз. Потому что это уловка сатаны. Я сейчас раз попробую и больше никогда не буду. Это все ерунда. Первый раз. Легче отказаться всегда первый раз. Зато после первого раза отказаться практически невозможно. То есть, пока не знаешь, что это такое, лучше не знать. Вот это вот надо попробовать все. Принцип очень глупый. Ребята, девочки, остановитесь. Не надо этого делать. Как ходил же грешный человече, Он по белому свету. На воле для себя Андрей Коньков видит только одну дорогу. И это дорога к храму. Он мечтает приехать домой и найти работу при церкви. Идеально старостой. А если не получится семейной жизнью, Андрей решил уйти в монастырь. Иначе боится сорваться. И тогда, в лучшем случае, он снова вернется в тюрьму. Редактор субтитров А.Семкин